Всем доброе утро! Сегодня у нас по программе пещерные храмы Дамбулы. Сейчас едем туда. Приехали пещерные храмы Дамбулы. Сейчас пойдем смотреть. Перед входом в храм мы увидели огромное количество детей в монашеской одежде и спросили у нашего гида об этом. Оказывается, детей из бедных или неблагополучных семей часто отдают в монастыри. Очень часто такие родители сами младше 18 лет. Они отдают своих детей на воспитание монахом в надежде на лучшую участь для них. А вы знаете, почему монахи всегда носят царей оранжевого цвета? Все дело в том, что раньше монахи жили только за счет пожертвований. И у них не было денег, чтобы купить себе одежды. Раньше люди их хоронили, обмотав тканью. Так вот, монахи находили эти трупы, снимали с них эту ткань и кипятили ее в куркуме. Это такая специя. Она имеет обеззараживающие свойства, а заодно красит ткань в оранжевый цвет. Так и повелось с незапамятных времен, что монахи носят царей оранжевого цвета. Все, цепочки купили. Она сказала, дайте сколько хочешь. Вот мы дали. Я сказала, мало. Ну, это не что страшное. Миш, пойдем. А ну маме отойдем. Давай. А ты можешь всем девочкам раздать по одной? Да. Где раздают всем? Спасибо. Да, это шускала. Это лимонахи. Это только шускала называют. При входе в любой храм необходимо снимать обувь. При храмах есть специальные места, где предприимчивые люди за небольшую плату присмотрят за твоей обувью. Пещерный храм в Дамбуле создавался постепенно, начиная с первого века до нашей эры. Здесь расположены пять пещер с выдолбленными из камня статуями Будды, многим из которых более двух тысяч лет. Самое интересное в этом храме то, что несмотря на свою историю, он до сих пор является местом паломничества огромного количества людей со всего мира. Здесь проводят церемонии, параллельно ведутся реставрационные работы. И, конечно же, в течение дня этот храм посещает огромное множество туристов и паломников. Параллельно ведутся реставрационные работы. Они начинают его где-то с семь часов ночи, заканчивают под утро. И когда они читают это, они перед собой вставляют кучу плоды и вот эти вот нитки. А при окончании молитвы эта нитка читается как святой или освященный. И его привязывают на руки как адрес. Каждый ланкит себе. Понял, спасибо. Пещерный храм Дамбула был преподнесен в дар в знак благодарности ордену буддийских монахов, приютивших короля Валагамбаху во время 14-летней оккупации столицы Адурадхапуры в I веке до н.э. Об этом свидетельствуют брахманские надписи над входом в пещеры. Остатки штукатурки со следами краски снаружи пещеры указывают на то, что храм представлял собой сплошную галерею живописи. К сожалению, живопись на стенах и потолке почти невозможно различить из-за слоя сажи, от благовоний и масляных лампадок. Храм в Дамбуле состоит из пяти пещер, каждая из которых является храмом, построенным в разное время. Причем одну из них недавно ограбили искатели сокровищ, разрушив ступу, находившуюся в этой пещере. Предполагают, что в ступе были замурованы драгоценности супруги короля Валагамбаху. В одной из пещер этого храма постоянно капает вода из расщельной в потолке, покрытым цветными фресками. Никто не знает, откуда берется эта вода. Ее собирают в специальный сосуд в центре пещеры. По местным поверьям, ток этой воды никогда не прекратится, даже во время засухи. А сама вода помогает в исцелении болезней. На Шри-Ланке растет огромное количество фруктов, многие из которых эндемичны, то есть растут только на Шри-Ланке. К примеру, бананы. Здесь на рынке есть 4 вида бананов. Смотрите, это китайские бананы. Видите, они немного треугольные формы. Lemon bananas или лимонные. Они более круглые и слегка кисловатые на вкус. Красные бананы. Их легко определить по красной кожуре. И обычный банан, который можно купить и у нас. Скорее всего, это Arrobasta Morris. Хотя их много разных сортов, я могу ошибаться. Вот. Самое интересное, что все эти бананы отличаются по форме, размеру и вкусу. Но это далеко не все бананы, которые растут на Шри-Ланке. Даже я, человек, который в этом практически не разбирается, визуально могу различить 7 сортов бананов. Еще я сейчас научу вас выбирать ананасы. Смотрите, вот здесь лежит развал ананасов. Никогда не знаешь, какой выбрать. Берем ананас. Он твердый, хороший. Берем в самой серединке листочек. Мы делаем вот так. Оп, не дергается. Значит, зеленоватый. Берем следующий. Например, вот это. Прямо легкое движение. И он вылетает. Прямо очень легко. Это уже лучше, хотя он твердый. Вот так выбирает ананас. Они все равно очень сладкие. Они не кислые, не терпкие. Именно сладкие. Но все равно много их не съешь, потому что кислота будет во рту разведать. Сейчас что-нибудь купим. Что хочешь? Дурьян. Дурьян, джекфрут. Дурьян, джекфрут. Дурьян, джекфрут. Да, ах, окей? Окей. Какое? Да. Да, ноуты, да. Ого, давай вот так. Давай чуть-чуть тогда, может быть, вот стоп. Окей. Тотал. Тотал. Может. Половина? Коба. Да, эл. Да, эл. Да, эл. Да, эл. Да, эл. Да, эл. Тоталевались с 800 до 200. 200 рупий – это 1,20 доллар. Они уже почти. Да, вырезают его, и вот ты эти штучки берешь и ешь. Вот так вот, смотри. Так. Вот так берешь, отрываешь и съел. Окей, вай. Один из самых крутых шведских столов за последнее время, который я посещал. Четыре вида мяса, 100-500 видов гарниров, там отдельно готовят салаты, всякие разные соусы, начинка, наполнение, типа там паста, морепродукты и овощи, и также какой-то микс. И он все это при тебе делает и выдает уже готовый салат. А, да, 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 да. Миша, Майкл. Миша. Мы сначала попробовали свои силы в готовке различных блюд, а когда персонал понял, что нам интересен весь этот процесс, то нас и ребят с канала Miles Away позвали на экскурсию на кухню отеля, где нам рассказали о традиционных блюдах Шри-Ланки и специях, которые нужны для их приготовления. Почему нарушены правила маркировки у вас? Почему у вас продукты хранятся вместе? Как курица и яйца могут вместе храниться? Это десертная сельская. Все свитки в этом селье и бакерии тоже есть. Все сельские блюдах и блюдах в определенной температуре. Это как температура комнатной комнаты. Десерт, которые мы делаем, это не холодная температура. Это температура температуры. Juan. Это поль. Рыбая поль. Это своё вкус. Рыбая пёх. Рыбая поль. Рыбая поль. Приметная поль. Это еще один пешок, пешок. Сумероси. Давай. Первый раз на кухне, ника на кухне не был в ресторанах. Да вообще никуда на кухне не был. Очень интересно, необычно, прикольно. Я думаю для Шри-Ланки это прям вообще мега крутая кухня. Я думаю для нас эта кухня неплохая, а для Шри-Ланки прям вообще бомба. Было чисто, нам везде дали сразу же там всякие шапочки, все что нужно. Все рассортировано там по-разному, этим все работают в шапочках, в спецодежде. Короче нормальная кухня была хорошая. И приходите кушать сюда. Сейчас я доем, потому что мне Миша приготовил. Вот я сейчас приготовил. Сейчас расскажешь всем. Спасибо. И я сделала вот такой салат. Салат? А что здесь? Тут кребетки, макабоны, капуста. Курица. Или рыба, что это? Рыба. Отлично. Ты мне принес? И белочек здесь. Спасибо. Сейчас будем пробовать. Спасибо большое. Спасибо. Как ты? Продолжение следует...